Если вы сегодня ждёте видео про Яндекс.Дзен, то его не будет. Будет видео про ботинки. А всё потому, что этой зимой мне надоело наконец гонять в кроссовках, я пошёл и наконец решился и купил себе ботинки Доктор Мартин за 19 600. Вообще, на самом деле, они стоили 19 900, но в магазине мне сделали скидку 200 рублей. В общем, о том, стоит ли покупать такие дорогие ботинки, чем они отличаются от обычных в этом видео. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Вообще, моё знакомство с мартинцами началось довольно давно. В старые добрые времена, когда у меня было желание их носить, но не было денег их носить, у меня было два варианта. Либо купить палёные ботинки, либо купить ботинки с рук. Понятное дело, что палёные ботинки, ну, по моему субъективному мнению, это зашквар. Некоторые производители палёных ботинок делают всё довольно качественно, делают всё вообще так, что не отличишь от оригинала, но надевая их, ты сам понимаешь, что это палёные ботинки, и как бы носить такие и себя не уважать. Это первый момент. Второй момент, ботинки с рук. Они вроде бы и настоящие, но их вроде бы кто-то и поносил. Ну и, конечно же, сам ботинок растоптан будет не под вашу ногу. В общем, я в то славное далёкое время остановился на втором варианте, ну, хотя бы, чтобы попробовать, посмотреть, что это из себя представляет. И мне очень сильно не понравилось. Во-первых, они мне чуть-чуть немного жали. Во-вторых, это были летние ботинки из гладкой кожи, 1460. Если кто не знает, то 1460 делается вот как раз из гладкой кожи, летний вариант. То есть, из гладкой кожи зимнего варианта вообще быть не может. Это будет подделкой. И если брать зимние ботинки, то они есть из мягкой кожи. Опять же, 1460 паскаль. Вот они зимние. Из мягкой кожи может быть и летний вариант, и зимний вариант. Из гладкой только летний. Но даже это не главная проблема этих ботинок. То есть, ботинок из жёсткой гладкой кожи. Из-за того, что производство решили удешевить и перенесли в Китай, Таиланд и другие азиатские страны, китайцы стали делать всё тяп-ляп. Плюс, в самих ботинках из гладкой кожи используется кожа не очень качественная. Поэтому при постоянной носке на сгибах ботинок, вот в этих местах, где вот постоянно нога сгибается, образуются заломы. Вот такие вот заломы появляются. И чтобы вам там не говорили во всяких обувных мастерских, либо те, кто продают эти ботинки с рук, что их можно исправить, там, отнести в мастерскую и отремонтировать, и они будут как новенькие. Нет. И вот эти заломы, они вообще ничем не убираются, особенно если они сквозные, никакой жидкой кожей вам их не поправят. Ну, то есть, их замажут, вы походите, может быть, неделю, может быть, дня три, и опять всё по-новому, и опять всё появится. То есть, это бесполезно. Другое дело, что они особо ни на что не влияют, ну, как бы просто портят внешний вид. И если вы взяли с рук такие вот летние ботинки, то ничего страшного, в принципе, нет. Но если вы купили новые ботинки, там, за 20 тысяч, и ходите в них, и у вас через несколько дней появились такие заломы, то это, ну, совсем беда. Вот. В общем, летние ботинки мне совершенно не понравились, но тут наступила зима, я ходил в ней в кроссовках, и передо мной встал вопрос, нужна была зимняя обувь. Я подумал, что пойду, куплю себе обычные ботинки, собирался идти в Зару. Пришёл, значит, я в эту Зару, надеваю ботинки, они вроде удобные, вроде комфортные, вроде всё нормально, смотрю на ногу, но не нравится, вот внешне чисто не нравится. Душа, скажем так, не лежит. Пошёл ради интереса, просто помню, что не очень удобные, но по мере, думаю, мартинцы. Пришёл, надел вот как раз 1460 паскаль из мягкой кожи, которые как раз зимние, посмотрел, красиво, мне нравится, и вроде ноге удобно. То есть, если сравнивать по ощущениям, те, которые я в Заре померил, и те, которые вот как раз в мартинцах померил, то мартинцы даже оказались, на первый взгляд, удобнее, чем те, что были там. Да ещё и красивее. Другое дело, что цена там 6 тысяч, тут 20 тысяч. Но я чё-то подумал, что живём один раз, в общем, и сказал, покупаю. Совершил импульсивную буквально покупку. Да, 20 тысяч – огромная сумма, тем более за ботинки, тем более, если они вот такие вот не всегда качественные. И, собственно, вот хочу рассказать, стоило ли оно того. Как я уже сказал, зимние мартинцы бывают только из мягкой кожи. Мои ботинки произведены не в Китае, а в Таиланде. В принципе, хрен рейтики не слаще, но тем не менее. Сама кожа, насколько я понимаю, здесь немного качественнее, чем та, что используется на гладких ботинках из жёсткой кожи. Жёсткие вообще носить невозможно. Их, чтобы разносить, нужно там очень долго в них ходить, стереть все ноги в мозоли, и только потом они станут более-менее удобными. И то у них такая особенность, ну, у жёстких ботинок. Надеваешь, первые там 2 часа тебе некомфортно, потом вроде то ли нога привыкает, то ли они разнашиваются, непонятно. Эти, в принципе, сразу удобные. В них хорошо, удобно ходить. Плюс, наверное, размер я лучше подобрал. Те, которые с гладкой кожей, у меня немного поменьше, эти немного побольше. Материал что в тех, что в этих натуральная кожа. Но там я на некоторых форумах читал, что используется то ли какая-то спрессованная кожа, то ли ещё какая-то. В общем, как я уже сказал, не самая качественная. Здесь вроде бы такого нет. Здесь на сгибах они вроде бы мнутся, но вроде бы никаких заломов не появляется. Понятное дело, что надо поносить там их, ну, скажем, несколько месяцев. Но по отзывам на тех иногда через несколько дней заломы появляются. Что касается материала подкладки. Это всё искусственный мех. Согласитесь, не очень круто, что на ботинках за 19600 используется искусственный мех. Тем не менее, он здесь такой. Из плюсов по сравнению с 1460 обычными, здесь вот используется ещё и стелька. В тех ботинках никакой стельки нет. Её там нужно отдельно покупать. Стоит она где-то рублей 700, если я не ошибаюсь. Ну, в разных магазинах, наверное, по-разному. Ну, это я имею в виду фирменную стельку. Ботинок доктор Мартинс. Что касается удобства, теплоты. Тут, наверное, всё очень субъективно. Зависит от температуры, от погоды. По крайней мере, здесь, в Питере, сейчас плюсовая температура. Весь снег, который был, он превратился просто в воду. И вот я несколько дней в этих ботинках ходил, можно сказать, по лужам, по воде. Наверное, они всё-таки для этого не предназначены. Они, наверное, предназначены для какой-то минусовой температуры. Но работаем с тем, что есть. Так вот, ноги у меня пару раз мёрзли, но никогда я ходил, а когда долго сидел на одном месте. В остальном, в принципе, всегда было тепло. Что касается воды, то если ходить по лужам, то у меня всё-таки намок кончик большого пальца на ноге. Это единственный минус. Если после долгой носки, опять же, по воде засунуть ногу в ботинок, то в районе носка внутри ботинок, в принципе, чувствуется небольшая влажность. Я думаю, что эта вода всё-таки попадает через вот эти вот прошитые отверстия, которые есть в ботинке, вот этой вот жёлтой ниткой. Но так ли это, на самом деле, я не знаю. Но вот, тем не менее, вот такая вот особенность у них есть. Если бы температура была минусовой, наверное, они бы всё-таки не промокали. Что касается подошвы, которую часто обвиняют в том, что она скользит. Сама по себе подошва вот на этих ботинках не особо скользит. Хотя, наверное, она не сильно отличается от тех, что была на 1460, которые из жёсткой кожи. Но те ботинки скользили у меня намного сильнее. Может, потому что подошва на тех ботинках была уже немного стоптана. Может, ещё почему. Но в целом я бы не сказал, что в зимних ботинках особо скользко. Наверное, поэтому они и зимние ботинки. Но для меня главной проблемой раньше в Мартинсах было то, что у меня в них сильно болит поясница. В этих ботинках я уже хожу, наверное, больше неделю, и поясница не болит. Наверное, потому что я, опять же, подобрал размер более удачно. Те ботинки приходилось разнашивать, эти не приходится особо разнашивать. В общем, если резюмировать, то летние ботинки из гладкой, жёсткой кожи, которые глянцевые такие, которые красивые и блестят, я не особо рекомендую. Потому что они не особо удобные, во-первых. Потому что их тяжело разнашивать. Потому что у них не очень качественная кожа, на которой появляются заломы. А покупать ботинки за 20 тысяч, которые через несколько дней приобретут не очень презентабельный вид, ну, такое себе удовольствие. Единственное, если вам очень уж хочется такие ботинки, то стоит поискать где-то вот на специальных каких-то ресурсах, которые продают совсем винтажные ботинки каких-нибудь 90-х годов. Да, такие ещё есть. Там чуть ли не с металлическими стаканами их продают. Другое дело, что можно, опять же, нарваться на подделку. Но хорошие ботинки не будут стоить дёшево. Если вам предлагают новые Мартинсы за 6-10 тысяч, то, скорее всего, это палёнки. Хорошие качественные ботинки, вот даже старые, они будут ещё дороже стоить. Ну, или второй вариант, раскошелиться и купить себе всё-таки новые, те, что сделаны в Англии. Хотя и там никто не застрахован от брака. Ну, а так, в этих ботинках единственный плюс, это их внешний вид. Если всё-таки не принципиально гладкая и негладкая, то, наверное, лучше взять всё-таки 1460 Паскаль, который из мягкой кожи. По цене примерно то же самое, даже, может быть, чуть дешевле обойдутся. Можно взять зимние, можно взять летние, главное их померить перед тем, как покупать. Впечатления у меня о них, скорее, положительные. В общем, конкретно зимнюю модель из мягкой кожи 1460 Паскаль я могу рекомендовать. Но, конечно, если вам денег не жалко. Если жалко, ну, наверное, лучше купить другие. Вот, собственно, моё субъективное мнение, моё впечатление от носки этих ботинок. Сказать пока что больше нечего. Ну, а с вами был Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится». На Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...